И пожар в Сосновском районе. Там горели поля конопли. Поджигатели сотрудники госнаркоконтроля. Сначала кусты конопли срезают с секаторами, а потом бросают в костер. Наркополицейским помогают местные жители. Деревенские избавляются от лишних проблем, чтобы наркоманы не повадились ходить к ним в поселок. То есть огромные поля за 4 года конопли просто уничтожены. У нас остались мелкие кусочки. Уделяем этому большое внимание. Я думаю, мы полностью ее искореним. Можно сказать, что конопляжи лучше очень растение. Если семена падают в почву, то, как правило, она все равно прорастает. Он прятал гашиш в холодильнике. Необычный наркотайник раскрыли оперативники. У безработного челябинца найдено 13 килограммов наркотика. Вот в этом холодильнике он и прятал гашиш. Еще небольшую партию он всегда возил с собой. Как объяснил задержанный, для себя. Также при задержании у подозреваемого мужчины было найдено два удостоверения сотрудников ОСБ. Сотрудники управления наркоконтроля предполагают, что удостоверение все-таки поддельное. Сейчас проводится экспертиза. Интересно, кому, где и когда наркоторговец предъявлял к Сиву? Сейчас это выясняют. Он в изоляторе временного содержания. Тем временем оперативники вычисляют его помощников. Крупная спецоперация сотрудников ОСБ в центре Челябинска раскрыта лаборатория по производству амфетамина. Прямо на квартире двое парней из химических реактивов готовили наркотик. Так, смотрим, что разве цвета. Порошкообразные. Это оперативники проводят обыск. Повсюду колбы, химическая литература, реактивы и запрещенные вещества. Лабораторию наркоманы устроили на кухне. После смешивания необходимых ингредиентов получали вот такой порошок. Результат всегда испытывали на себе, а потом пускали в продажу. Чувствуете, да? Каких-то лекарств, уксуса? Радусник. Удивительно, но только за один день им удавалось произвести 50 граммов амфетамина. А это доход минимум 100 тысяч рублей. На допросе горе-алхимики признались. Все реактивы закупали по интернету. Сейчас оба задержаны под стражей. Редактор субтитров А.Семкин